МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, 24 бонусных очка получите команду, которая будет принимать участие в большом мире, потому что мы 24 сезон в эфире. Из этого все должны были запомнить, что призовой фонд 50 тысяч, и 24 года мы в эфире. Катастрофа. Давайте начнем знакомиться с нашими сегодняшними гостями. Первая команда называется Гармоника. Вот они им аплодисменты. Выходите сюда. О, красавицы и красавцы. Ваш соперник команды, которая называется Баян Микс. Вот и они. Явите нам Баян Микс. Да, это они. Выходите сюда, прошу. С вам аплодисменты. Начнем знакомиться с командой Гармоника. Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. Сами наклеивали, расшивали... Как это называется? Нет, это не поедки. Нет, ну что вы, первый парень на деревне должен выглядеть хорошо. Это чудо, чудо дивное, чудо, чудо дивное. Знакомьтесь с командой, прошу. Ну, это мои друзья, конечно же, замечательные. Некоторые из них подруги, я хочу отметить. Да, да еще и какие. Это важно. Конечно, да. Ну, начнем с очаровательной нашей вокалистки. Это солистка Пенза-концерт Марта Серебрякова. Давайте скорее аплодировать. Марта, так. Думаю, лучший гармонист не только Архангельской области. Перевыше? Да. Безусловно, Россия. Прекрасно. Я Россия. Гармонист золотой десятки России. Алексей Воронцов. Аплодисменты Алексею. Расскажите мне про Веру. Я даже не знаю, с чего начать. С чего? Расскажите про Веру. С главного. С главного. Замечательная исполнительница. А на чем вы играете? На баяне. На баяне? Да. Кнопки, не клавиши. Кнопки. Лауреация российских международных конкурсов. И вместе они с Ириной. Дуэт Ларго. Класс. Вам аплодисменты. Вы тоже на баяне? А нет, я единственная в этой команде клавишница. Вот это понятный инструмент. Там клавиши, я понимаю. Мы услышим что-нибудь сегодня сыграете? Конечно, с удовольствием. Вам аплодисменты, но представьте капитана. А капитан наш, виртуоз, гармонист. Лауреация российских международных конкурсов. Обладатель серебряной медали национальной достоянии России. Савитослав Шершуков. Ура. Познакомились с командой гармоника. Переходим к команде. Баян Микс Сергей. Где пайетки, стразы? Ну, поскольку мы от пайеток и стразы отказались очень давно, поэтому первый парень на деревне, он до сих пор ходит в пайетках. Все парни на деревне ходят в пайетках. А мы приехали в город. По-моему, какое-то соревнование уже началось. Уже не так кажется. Мы приехали в город, мы переехали в город, поэтому сразу мы отменим. Вообще, я хочу сказать, немного хамства, это всегда хорошо. Нормально. Это как-то сразу, да. Знакомьтесь с командой, все. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы также, у нас есть и клавишники. Мы так же умеем. Да, и клавишники, и кнопочники. Это коллектив весь играет на баянах и на аккордеонах. Так что вот. Здорово. Ну, давайте про каждого пару слов. Ну, сразу представлю коллектив дуэт Баян Микс. Это вот Сергей Котков и Ренат Димаев. Это дуэт Баян Микс, который я основал много лет назад. Сейчас я больше пою, а ребята вот играют. Ну, мы сегодня вам обязательно сыграем. Аплодисменты. Мы еще не просили, а вы уже сыграете. Это прекрасно. А вот эти великолепные, замечательные, очаровательные барышни, это моя слабость, это, как бы, моя гордость, потому что... А сегодня игра Сергея посвящена, я чувствую. Вообще, вот так все планировалось. Не, ну, правда, потому что Аня Каркач, она великолепная солистка-аккордеонистка. У нее свой коллектив. Здорово. Давайте ей поаплодируем. А Настя Семышева, она является солисткой ансамбля коллектива «Русский микс». Вот, она мне еще перед передачей напомнила. Но у вас же Баян Микс, поэтому запомнишь, что Микс везде. А вы молодцом запомнили. Да, я запомнил. Прекрасно. Ну, конечно же, надо о том... О главном. Зачем мы собрались? Конечно. Я на стучек стану сейчас. А, нет, я же... Да вы и так на стучке. Капитан нашей команды, композитор, автор-исполнитель, заслуженный артист канала «Россия-1» Сергей Войтенко. Ура! Мы знакомились с командой «Баян Микс», мы знакомились с командой «Гармоника». Вылетели, нас ждет простая одинарная игра. Итак, простая одинарная игра. Каждый школа заработает начальник команды и превращаться в одно очко. Я жду Горослава, капитана в команде. Прошу вас, Святослав. Прошу вас, Сергей, вам аплодисменты. Идите сюда. Давай! Будем говорить про школу. Как? Про школу. Кто первым нажат на кнопку, собственно, первым будет отвечать. Вопрос, который мы знали людям на улице, звучал так. Нет, не на улицах, в интернете тоже. Как учитель определяет, кого вызвать к доске? И со временем кто-нибудь найдет кнопку, нажмет ее. Ну, счастье, счастье. Святослав. Счастье вдруг. Итак, как учитель определяет, кого вызвать к доске? Поднятая рука. То есть, если он видит, что кто-то хочет ответить, рука тянется. Да. Можно я, да. Есть что-нибудь подобное? Рука. Да, да. Но это не верхняя строка. Сергей, ваша попытка. Ну, он вызывает по своему журналу. По журналу есть разные методики, глядя в журнал, принять решение, кого же спрашивать. Вот тут разные методики есть просто у нас. У кого двоек? У кого двое. Ну, наверное, да, кто не успевает или у кого, или кто не отвечал еще. Ну, это разные два ответа, считайте, что это подсказка. У кого много НБ? Кто много пропустил. Кто много пропустил. Ну, хорошо. Есть такой ответ. По-моему, это третья строка, да. Кого давно не вызывали, кто немного пропустил. Ваш ответ более популярный. Возвращайтесь к вашему команду. Продолжим разговор с командой Гармоник. Итак, был вопрос. Как учитель определяет, кого он вызовет к доске Марта? Ну, тут есть вариант. Либо по глазам, либо кто-то прячется. Как это по глазам? Ну, по глазам. То есть сразу вот выражение глаз. Объясните мне методику по глазам, определить, вызывать. По глазам ученик обычно как? Если он не знает, он прячет свой взгляд. И всегда учитель хочет. Именно вот его. По крайней мере, у меня было так. Ну, хотите проверять по глазам, я просто... Мне кажется, что это рискованная версия. Рискованная, рискованная. Может быть, советую? Может, сейчас и журнал попробовать? А, хорошая идея. Ну, журнал-то мы обсуждали, но там есть много разных методик с использованием журнала. С журналом, по оценкам. О, гениально. По оценкам. По оценкам. По оценкам есть такая версия? Да, самый популярный ответ. Самый популярный. Продолжаем с Алексеем. Алексей. Я почему-то думаю, что кто в предыдущий раз не ответил, допустим, на какое-то домашнее задание там или того, она и спросит первым. Кто не ответил в прошлый раз? В прошлый раз, да? Да, да, да. Кто не... Ну, давайте проверим. Кто не ответил в прошлый раз? Есть такая версия на табло? И тут надо понимать, что после третьего промаха я уйду к соперникам, Вера. Вера, давай. Я скажу, возможно, оригинальный ответ, а возможно и нет, но мне кажется, он иногда определяет наугад. Ну, это отважно. Я понимаю, что могут быть такие ответы в программе «Столько одному». Ну, то есть как бы, а как придется, а наугад. Да. Ну, давайте рискнем. Открыл журнал. На самом деле, может быть, учителя иногда так и делают. Конечно. Давайте проверим. Наугад. Есть что-нибудь подобное? Да, да, есть. Да, есть. Восемь человек, согласны. Ирина. Как учить? По глазам пусть остается. Вот эту какую-то ерунду по глазам, Марта, простите. Ну, нет, ну, бывает такие, он не выучил домашнее задание, но он же как-то вот скукожится, там что-то там будет там... По степени скукоженности, да? Ну, давайте, хорошо. Будем проверять степень скукоженности? Нет, ну... Давай не будем. Такого, наверное, не будет. Сморченности. Это же ваше предложение, Ирина. Как это обозвать-то правильно? Тот, кто сидит на задней парте. На задней парте, наверное. Тех, кто... По смущению как-то... Смешно. Когда мы откроем там лоб полностью, вас удивит ваш ответ. Тот, кто сидит на последней парте. Есть что-нибудь подобное? Опять, все, что я говорю и комментирую, может оказаться подсказками Святослава. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Говори по глазам. Стразы, пайетки. Да, 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 да. Ну, вряд ли у ученика стразы. Сами сшили? Не, не сшил, не сшил. Вы что, я крестиком пока не вышиваю. Смотрите, а они пришиты все или приклеены? Они, конечно, и пришиты, и приклеены. Можно? Вот я не буду отдирать. На память можно. Не, не, я просто хочу... Это приклеены. Так. Большие пришиты. Ну, интересно. Да, не, просто у меня нет такой рубахи. Я задумался... А я вам с удовольствием подарю. Да, спасибо. Думаю, не сейчас, конечно, но... Да, придется сесть на диету, я не готов. Итак, как учитель определяет, кого он вызывает в доске? Кто волнуется? Ну, вспомните... Кого давно не спрашивал. Нет, это уже... Ну, это у нас вот есть уже, кого давно не вызывали. Да, да. Спасибо. Вспомните разговоры про журнал. Ну, там, на самом деле, есть еще очевидная методика. Очевидная методика, Святослава. Можно, нужно исправить оценки. Да, ну, боже мой. Или не хватает оценок. Не хватает для славы. Кого давно не было. Ну, у нас есть эта строка открытая, кого давно не вызывали. Вон, третья строка. 13 человек из ста так сказали. Ну, господи. По списку. По списку. По алфавиту. По алфавиту. Боже мой, спасибо мне. Есть что-нибудь подобное по алфавиту? Да, ну да, ну да. Давно я не был в коллективе «Баян Микс», Марта. Был вопрос, как учитель определяет, что он вызывает в доске. Кого вызывает в доске. Итак, версия. Кто волнуется. Хорошо. Того, кто волнуется. Есть такая версия? Нет. 82 очка в розыгрыше. И близок вопрос для команды «Баян Микс». Ренат. Как человек с тонким слухом. Вы, конечно, слышали разговор наш с Ириной. Вы помнили последнюю версию Ирины, и которую забыла даже она. Вы, конечно же, помните мои комментарии этой версии. И все эти сказанные мной слова, конечно, помогают вам дать отличный ответ. Ренат. Да. А ну? Вопрос был. Как учитель определяет, кого он вызывает в доске? Я думаю, что у каждого учителя в классе, в любом классе, есть свой любимчик. И мне кажется, он выберет именно его. Потому что он знает, что точно ответит и справится с заданием именно этот человек. Хорошо. Анастасия? По посещениям. Это у нас есть эта версия, кто давно не отвечал, кто пропускал или болел, не знаю, что. Сергей? Вообще вариант был по настроению, но наобум. Но он плохой, да. Я понял. Глаза поднял, кого первого увидел. Как это лаконично. Давайте мы это все уже... У нас есть монтаж. Так, Сергей. Либо свою собственную версию хорошую, либо вот то, что говорили участники команды. Я буду считать до четырех. А вы будете улыбаться. Один, два, три, четыре. Версия, Сергей. Он, наверное, выберет того, кто сильно волнуется. Мне кажется, вы это проверяли. Что или что-то подобное. Самого взволнованного, вспотевшего ученика. Нет. 82 очка до 100 команды гармоников. Чуть становится 82-0. Послушайте, но я же с вами, я же не с Верой, я точно с вами разговаривал о том... Кто из вас сказал того, кто сидит на первой партии? На последней партии. На последней. Кто это сказал? Мы сказали. А я сказал, что вас страшно удивит версия на шестой строке. А, можно тогда я на первой? Кто на первой партии? А вот теперь это гениально. Чудеса сообразительности. Шестая строка, и там... Того, кто сидит на первой партии. Ну, то есть это не методичка. Это просто так люди на улицах отвечали. Пять человек из ста сказали именно так. 82-0. Размялись. Нашли двойная игра. Двойная игра. Приготовились. Полетели. Двойная игра. То есть каждый из вас работал участниками команды. Выпрощаться в два очка. Я желаю, Горослава, вторых участников команд. Прошу вас, Марта. Прошу вас, Анна. Идите сюда. Даже не знаю, чем помочь, чем предварить этот вопрос. Но я думаю, сейчас разберемся. Ну, кто первый нажат на кнопку, та первая отвечает. Вы знаете. Вопрос. Не стой здесь. Это опасно. Сказал мужчина жене. Теперь вопрос. Где она стояла? И первый оказался, Анна. Слушай, вашу версию. Под сосулькой. Под козырьком. Под какой-то сосулькой. Под козырьком. Есть что-нибудь подобное? Нет, не оказалось. Хотя, в общем, разумная версия. Разумная. Марта. Под крышей. Под какой крышей? Ну, подказываем. Что опасного под крышей? На дороге. На дороге. На дороге. Мне кажется, разумно. Есть такой ответ у нас на табло? Да, на проезжей части. Но букву потом подклеим. Возвращайтесь к вашим командам. Продолжим разговор с командой Гармоника. Ну, у нас все буквы на липучках, поэтому они иногда отваливаются. Ничего страшного. Красота ручной работы подчеркивается. Алексей. Торговый центр. Ну, на улице, наверное, тоже опасно. Ну, ладно, подождите, ну, представьте себе, ну, какие-то простейшие вещи. Чем она может заниматься? Где это происходит? Это происходит на улице или в помещении? Что это за помещение? Чем она может... Что она делает в этот момент? Может, стоит она у плиты. Вот стало уже проще. И так. Да, и, допустим, там огонь открытый, да? У дорога что-то там масло там подлило. Все, что твоей жене не готовить, значит, не надо. Вестое у плиты там опасно. Давайте проверим, пожалуйста. У плиты. У плиты есть такая версия? Нет, не оказалось. Вера. Это опасно. Сказал мужчина жене. Где она стоит? Рядом. Рядом. Точно. Вы меня удивляете, правда? Но вы даже не хотите фантазировать. Ну, представьте себе. Это значит, что она стоит. Чем она может в этот момент заниматься? Не в смысле бесцельно стоять? Такие ответы тоже есть. А чем-то заниматься, например? Вера. Есть версия? Рядом. Ремонт. Что ремонт? Где она стоит? Еще раз вопрос. Где она стоит? Ремонт. В опасном месте. Это понятно. Что это за опасное место? Как оно называется? Просто рядом стоит. Да рядом она стоит. Считаю до двух. Один, два. Что значит рядом? Рядом. Есть такая версия на табло? Нет, не оказалось. Второй промах. Итак, простейшие вещи. Но простейшие. Не стой здесь. Это опасно. Сказал мужчина жене. Где она стоит? Рядом. И в чем опасность? И почему он решил ее так оберегать? И насколько он ее пытается уберечь? И от чего он пытается уберечь? И находятся они еще раз говорю. Неплохо. Около окна где она стоит? Около окна? На полу? Нет. Нет. На подоконнике. На подоконнике. Там помогает ему что делать. Ну, например, если она что-то вешает или моет окна. Мне кажется, это очевидно. Просто ответ. На балконе. На балконе. Еще раз. Но на балконе... Когда развешивают билеты. На балконе произнесите то, что вы хотели произнести. Есть еще версия на лестнице. Мне казалось... Я уже, господи, теряю даже речь. Мне казалось, что я вам помог настолько, что я практически вложил вам ответ. На балконе около... На балконе. Есть такой ответ на балконе? Нет. Третий промах. Вылить запросы для команды «Баян Микс». Итак, ваша версия, Ренат. Простейшие вещи. Простейшие. Ренат. Простейшая версия, но, мне кажется, на краю обрыва. Где-нибудь скалы. Анастасия. Что-то на подоконнике. Хорошо. Сергей. Стремянка. Понятно. Анна. Может быть, рядом с клеткой какого-то животного. Тоже неплохо. Итак, Сергей, вам бы выбрать в розыгрыше 22 очка. Позор! Чтобы в двойной игре в розыгрыше было 22 очка. Не припомню. Итак, табло не открыто. Не стой здесь, это опасно, сказал мужчина жене. Где она стояла? Можно еще раз за ней повторяться? Да, конечно, это было бы любопытно. Ренат. На краю обрыва. Анастасия. Сто процентов версия с окном была. Сто процентов, потому что я подслушиваю. Сергей. Стремянка. Анна. Около клетки с каким-то животным. Да. Итак. Давайте я выберу окно. Окно. И что? Не стой здесь. У открытого окна. Она что-то стояла на подоконнике там или как-то? Она мыла. Или что-то она развешивала или мыла. И тогда где она стоит? Сергей. Она стояла на подоконнике. Проверяем. На подоконнике она стояла. Не стой здесь, это опасно. Есть что-нибудь подобное? И это самый популярный ответ. 86 очков достается команде Баян Микс. Поразительно, что этот вопрос столько трудностей принес. Вторая строка. Не стой здесь, это опасно, сказал мужчина жене. Он любит ее, бережет. Вторая строка. Она стоит на сквознике, так сказала 22 человека. 10 человек из 100. Четвертая строка сказал. Не стой здесь, на солнце. Это опасно. Это все очень, мне кажется, простые, разумные. Даже придумывать ничего не надо. А кто говорил про обрыв? Я. Хорошая версия, продуктивная. Пятая строка. На обрыве. Ну, неважно, где-то около какой-то пропасти, допустим, или обрыва. И на шестой строке. Чего вы не нашли это слово? Ну, шестая строка. Слово ремонт, вы все время говорили. На стройке. На стройке на какой-то. Ну, что? 86, 82. Смотрите, у меня предложение. Хочется немного музыки. А можно вы на радости? Или вы от огорчения, что не выиграли? Кто играет? Давайте ребята с первой строки. Отлично. Прошу. Немного музыки. Пчелочка золотая, что ж ты жужжишь? А пьолочка золотая, что ж ты жужжишь- жужжишь. Жай, жаль, жалко мне, что ж ты жужжишь. Жай, жаль, жаль, жалко мне, что ж ты жужжишь. Около летаешь, обечно летишь, к Police. У моей любви я русская газка, коза. Жаль, жаль, жалко мне, русская газка. Тройная игра, тройная. Каждый участок заработан участниками команд будет вращаться в три очка. Я жду игру в склад третьих участников команд. Прошу вас, Алексей. Прошу вас, Сергей. Идите сюда. Счет равный. Предлагаю его называть равный наносчет. Наносчет. Да. Сейчас, мне кажется, будет еще сложнее. Если были такие проблемы с этой женой, которая стоит на подоконнике, то сейчас я не знаю просто. Ну, давайте попробуем. Сейчас будем потеть. Вопрос, да. Вопрос, который мы задавали людям, звучал так. Нам удалось сохранить эту древнюю стену. Точка. Написал мужчина в отчете. То есть кто-то в отчете написал. Нам... Подождите. Господь с вами. Я еще даже не задавал вопрос. Я пытаюсь вам объяснить ситуацию. Какой-то мужчина, какой-то человек писал отчет. Так. И в этом отчете он написал фразу. Нам удалось сохранить эту древнюю стену. Теперь вопрос. Он кем работает, этот человек? Первым оказался Алексей. Слушаю версию. Ну, я думаю, он архитектор всего скорее. Ну, например. Давайте проверим. Реставратор. Проверим. Начинайте набрасывать версию для соперников. Архитектор есть на табло? Да, есть. Да, есть. Но это не верхняя строка. Сергей, ваша версия. Реставратор. Ну, конечно. Спасибо соперникам. Реставратор есть на табло? И это самый популярный ответ. Возвращайтесь к вашему команду. Продолжим разговор с командой Баян Микс. Итак, был вопрос. Нам удалось сохранить эту древнюю стену. Написал мужчина в отчете. Радостно, видимо. И кем он работает, Анастасия? Первое, что мне приходит, штукатур-маляр. Не знаю почему. Ну, раз приходит, давайте проверим. Штукатур-маляр есть у нас на табло? Первый промах. Хотя, в общем-то, в общем-то, вы в миллиметре от ответа, который есть на табло. Шпательщик какой-нибудь. Нет, ну, не мельчите. Наоборот, есть некоторые укропнения. Ренат. Со стройкой связано по-любому. Я думаю, что инженер. Инженер. Хорошо. Инженер, есть на табло? Все-таки друг друга даже слушать не хотите. Не хотите слушать друг друга. Слушайте про стройку. Что-то со стройкой. На строитель какой-то. А чего вы микрофоны зажимаете? Вы от кого сейчас? Вы от кого пытаетесь скрыть происходящее? Есть версии, что это строитель. Ну да. То есть это человек, который непосредственно или руководит теми, кто руками там что-то делает, или действительно они руками это делают. Давайте проверим. Строитель есть у нас на табло? Да, да, да. Может, это прораб какой? Прораб, но это руководитель строителей. Ну да, ну да. Анна. Кто отчеты пишет? Анна. Кто пишет отчеты? Может, какой-то археолог там что-нибудь такое, нет? Они что-то сохраняют? Я считаю, это 5-1. Археолог. Археолог. А, подожди, ну могу себе это представить. То есть археологи какую-то раскопку проводили. Но я-то я вас вижу. Значит, проводили, я логику еще, да? То есть проводили раскопки. Да, абсолютно. И, ну, могли шарахнуть неловко и разрушили бы. А нет. Сохранили эту древнюю стену и пишут в своем научном отчете. Давайте проверим. Археологи. Археологи. Да, 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 есть. Да, есть. Сергей. Сергей. Ученый. А ученый? Нет, тоже не. Ну, археолог. Это археолог, да. Полагаю, что... А отчет еще может писать не только человек, который... Я просто слышу то, что Ренат спрашивает. В каком качестве занимается застройкой? У которого документы на столе, он подписывает. Вот это мы должны сохранить. Кстати, неплохо то, что вы говорите. Да, да, да. Только просто сообразите, кто это. Как называть этот человек? Да, ну, есть какое-то простое обобщающее слово. Сергей, версия. Любое слово, Сергей. Прораб. Прораб. Мы только что обсуждали, что прораб от строителей. Прораб есть на табло? Нет. И близ запрос для команды Гармоника. Итак, все было так близко. Вы, я вам хочу сказать, почти придумали все ответы, которые есть на табло. Чего вы произнесли слово прораб, я понять не могу, только что мы его обсуждали. Ирина. Мэр. Кем работает этот человек? Ну, предположим, можно докрутить до ответа, который есть на табло. Вера. Багадир. А, второй. Так. Вы набрасываете версии. Кроновщик. Из которых будет... Кроновщик. Я думаю, что это любая строительная специальность туда. Выбирать-то будет капитан. Алексей, версия. Ну, может, там губернатор руководить какого-то там... Снова произношу фразу. Можно докрутить до версии, которая есть на табло. Эту фразу я произносил вам и Ирине. Важно об этом помнить. Марта. Президент. Президент встает. Спасибо большое. Можно докрутить до версии, которая есть на табло. Эту фразу я произносил Марте, Алексею и Ирине. Не понять, что же, какой ответ на табло уже теперь невозможно. Итак, Святослав. Ну что, политический деятель. Может, начальник какой-нибудь? Давай, Святослав, уже говори, уже не тенились. Политический деятель. Мэр города Москвы? Министр культуры? Нет, ну точно не культуры. Давайте начальник. Какой-то начальник. Начальник может быть и прораб, он начальник. Министр культуры лучше. И бригадиром является начальник. То есть начальником является и бригадир. Поэтому начальник, ну какой-то начальник. И как бы тогда мы сказали, нет такой версии, нет. И 180 очков достается команде Ваян Микс. Люди, значит, когда вы говорили про то, что какой-то это может быть кто-то, мимолетом говорил, что это может быть какой-то художник, но в общем близко. Пятая строка там. И это отдельная специальность. Дизайнеры интерьера сохранили стену на стадии еще проекта. На шестой строке ответ, который объединяет и сотрудников различных министерств, различных ведомств, руководителей районов, областей и городов. И всех этих людей мы называем шестая строка чиновниками, потому что у них есть чин, чин 266-82. Поразительно, что вы просто это слово не нашли. Жалко. Ну ладно, и снова немного музыки. Тем не менее, немного музыки пляшем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Игра наоборот. При счете 82-266. На самом деле у команды Гармоника есть шанс, потому что угадав шестую строчку, то есть популярный, но шестой по популярности ответ, можно заработать 240 очков. Много. 241 ответом. Внимание, вопрос, который мы задавали людям на улицах. 20 секунд на размышление. В какой песне упоминается синий цвет? Время. Задача угадать шестую строчку. То есть в любом случае это популярные песни, известные песни, которые сразу вспоминаются. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но какой-то вот шестой по популярности ответ. Мы ожидаем. Мы ожидаем. Итак, команда Гармоника. Попытка угадать шестую строчку. У вас меньше на счету. Популярный, да? Святослав, ваша версия. Что мы ищем на шестой строке, как вам кажется? Слав, может у моря, у синего моря? Или она популярна слишком? Нет. Времени нет. У моря, у синего моря. Хорошо, у моря, у синего моря. Ваша версия, Баян Микс. Платочек, Серега, мне кажется, платочек. Ну, синий платочек. Синенький скромный платочек. Синенький скромный платочек. Ежи Петербургский. Да, но вы же знаете. Да, ежи Петербургский. Синенький скромный платочек. Падал с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек сберечь. Вот так. Отлично, все, вам было смертно, спасибо. И у моря, у синего моря, да? Ну, хорошо. Как вы думаете, на верхней строке самый популярный ответ? Какой? Цвет настроения. Филипп Киркор. Мы думаем, что это синий платочек. Вы думаете? Да. Верхняя строка. Уж синий платочек как раз. Удивительно. На самом деле, мне кажется, что люди, ну, приблизительно моего поколения должны были часто вспоминать именно эту песню, которая на верхней строке. Верхняя строка там. Да, синий. Ну, конечно. Ну, да. Поющие гитары синий. А, филипп Киркоров вместе с нетленным хитом оказался на второй строке. Вторая строка. Да, цвет настроения синий. К сожалению, никто не вспомнил песню на шестой строке. То есть 240 очков уже точно никто не заработает. Шестая строка там. Ой, стоп. Можете сейчас догадаться, что там? Ну, сейчас. Момотенка. А что там синяя? В зеленой земле. Ух ты, а там есть, оказывается, синий. Да. Нет, шестая строка там. Там синий троллейбус. Это Акуджава. То есть я начинаю делать вывод о том, что на этот вопрос случайно отвечали люди, ну, приблизительно, я говорю, моего поколения. То есть вот вспомнился Акуджава, вспомнился даже синий иней. Ну, ладно. Хорошо. Поехали снизу вверх. Раймонд Паулс. Пятая строка там. Синий лен. 180 очков можно было заработать. Ну, хорошо. Вячеслав Добрынин. Синий туман. Блин. Да, да. Да. Четвертая строка и там. Синий туман. Ваши обман. 120 очков можно было заработать. 120. И я напоминаю, что у Баян Микс синий скромный платочек и у Моря, у Синего Моря у вас. Барбанная дробь. Третья строка там. Синий платочек. Синий платочек. 60 очков еще заработали. Общий от команды Баян Микс. 326.82. Да. Да. Но нас ждет большая игра. Большая игра с команды Баян Микс. Но можно поаплодировать гармонике. Белик хорошо. Красавицы. Рубаха красивая. Полетели. Большая игра. Итак, Сергей Ренак, с кем мы начнем большую игру, то присоединится позже. Я напомню. То есть тот из вас, кто уйдет на красный диван, а потом вернется, вот тому будет сложнее. Я пойду или ты? Чей позор, назовем это так. Раз, два, три. Отлично. Ренату аплодисменты. Сергей, смотрите, вам в сумме нужно набрать даже меньше 200 очков, потому что я в самом начале программы говорил, что мы дарим 24 бонусных очка каждой команде, которые принят участие в большой игре. Ваша задача быстро отвечать на мои вопросы. За 15 секунд нужно ответить на 5 вопросов. Вот и все. В полнейшей тишине. Никаких подсказок. Если будут подсказки, мы аннулируем ответы просто. Так, спрятались. Сергей, готовы? Давайте. Тишина. Ой, вы знаете, что такое ЖЭК? ЖЭК? Да. Это там, где... Ну, это жилищное управление. В разное время называлось ДЭСБ... Не помню, какие-то слова. Разные буквы. Все, тишина. Поехали. Кто работает в ЖЭКе? Руководитель. Что считает турист за границей? Деньги. Какое бывает лето? Жаркое. Что бывает королевским? Подарок. У чего есть клавиатура? У музыкального инструмента. У фортепиана был первый ответ, он принят. Вам аплодисменты уложились в 15 секунд, все было хорошо. Пойдемте проверять, Сергей, прошу. Первый вопрос был. Кто работает в ЖЭКе? Хорошо, что мы вспомнили вообще, что это. И вы сказали в итоге... Руководитель. 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 Сколько человек ответил так же? 24 суммы. Один человек плюс 24 наших бонусных очка и общая сумма 25 очков. То есть обещанный бонус мы уже вам отдали. 25 очков у вас есть, мы продолжаем. Что считает турист за границей? Вы сказали... Деньги. Деньги. Ну, в общем, да, надо как-то экономить, правильно их распределять. Деньги, сказали вы, с вами согласилась. О, вот тут много. 36 человек и сумма 61 очков. Третий вопрос. Какое бывает лето? И вы сказали... Жаркое. Жаркое. Очень популярный ответ. И из 100 опрошенных людей так жаркое сказала 35 человек. Сумма 96. Ну, дальше было не так лихо, но все равно неплохо. Что бывает королевским, спросил я, и вы сказали... Подарок. Подарок. Точно так же, как и вы, сказала 3 человека. Сумма 99. Ну, в общем, к 100 приблизились. Королевский дворец, наверное. Может быть, сейчас мы с Ринатом все это выясним. Пятый вопрос. У чего есть клавиатура? И, ну, смешно, конечно, звучит вопрос. У чего есть клавиатура? В итоге первое, что вы сказали, было... Фортепиано. Фортепиано. Притом, смотрите, это важно понимать. У компьютера есть, да. Это правда. Но если сейчас мы заговорим о музыкальном инструменте, то мы ищем до буквенного совпадения. У фортепиано, сказали вы, и с вами согласилось 10 человек, сумма 109. Хороший результат, Сергей. Вам аплодисменты. Надо набрать 10. Вам аплодисменты. Прошу вас. Нет, надо набрать 90. 91 до 200. А, да. Конечно, мы же уже 24 вам подарили. Вам аплодисменты. И мы ждем Рината, чтобы с ним продолжить большую игру. Откройте, пожалуйста, ворота. Ринат, снимайте наушники, идите сюда. Ринат, прошу, идите сюда, снимайте наушники. Пока идете, посмотрите на табло. На табло вы увидите сумму, которую набрал Сергей. Сергей набрал 109 очков. А вам нужно как минимум набрать 200. 200 минус 109. Сколько? 200 минус 109. 200. 91. 91 очко вам нужно набрать вашими ответами. Вы готовы? Готов. Тишина. О, я спрашивал Сергея и вас спрашиваю. ЖЭК. Я все-таки волнуюсь. Вы знаете, что такое ЖЭК? Жилищно-коммунальная какая-то... Контора. Контора, да. Ну, то есть, жилищно-эксплуатационная. Эксплуатационная. То есть, она в разные годы по-разному называлась. Было РЭО, было там еще что-то, еще что-то. Но вы понимаете, чем занимается эта контора? Ну, да. Наверное, да. Ну, хорошо. Хотя бы я сделал все, что мог. Полная тишина. А еще задайте вопрос. Какой-нибудь. Семью-мотемь. Кто-то придет. Семь лет восемьдесят шесть. Вы в порядке? В порядке. Поехали. Тишина. Поехали. Кто работает в ЖЭКе? Рабочий. Что считает турист за границей? Деньги. По подарке. Какое бывает лето? Холодное. Что бывает королевским? Корона. У чего есть клавиатура? Рояль. Отлично. Уложились 20 секунд. Пойдемте проверять. Прошу. Первый вопрос был. Кто работает в ЖЭКе? Вы сказали? Рабочие. Я уже объяснял Сергею. И вам напомню, что мы ищем добуквенного совпадения. То есть рабочий. Ровно слово рабочий. Сколько человек сказал именно так? Рабочий. Три. И сумма 112. Если бы вы сказали дворник, заработали бы 25 очков. Если бы вы сказали сантехник, заработали бы 27 очков. Продолжаем. Второй вопрос. Что считает турист за границей? Вы сказали? Сначала деньги, а потом подарки. Что за подарки? Я не знаю. Которые купить кому-то. Вообще, конечно. Как оказываешься за границей, тебя заваливают подарками. У меня так бывает всегда. Это правда. Никто не сказал, наверное. Подарки. Сколько человек ответил так же? Один. Один. Третий вопрос. Это был я. Вам везет. Какое бывает лето? Спросил я. И вы сказали? Холодное. Вот жаркое действительно самый популярный ответ. На втором месте ответ дождливое. Так сказал 16 человек. Вы сказали холодное. И с вами согласилось? 14 человек. Сумма 127 очков. Четвертый вопрос. Что бывает королевским? Вы сказали? Корона. Королевская корона. Бывает. Но если бы вы сказали королевский балл. Так сказал 22 человека. Заработали бы 22 очка. И самый популярный ответ. Замок. Королевский замок. Заработали бы 24 очка. Вы сказали корона. С вами согласилось? 7 человек. И сумма 134 очка. И, наконец, заключительный вопрос. У чего? У какого предмета? Есть клавиатура. Вы сказали? Рояль. Угадали второй по популярности ответ. Самый популярный ответ у компьютера. Заработали бы 32 очка. Вы сказали у рояля. И с вами согласилось? 13 человек. Общая сумма 147 очков. Тем не менее, было хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо команде Гармоника. Большое спасибо команде Баян Микс. Играли лихо. Красавцы и красавицы. До встречи. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорова Продолжение следует...